Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1292. События дня. Яков 5.9. Нести то тебе братья друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. За 30 июня 2019 года объявление, как всегда, дается. Просчитать может затормозить и просчитать. Кто-то пожелает помощь. Вот переписка, которая была на этот день. Епископ Курочкин. Обнародована страшная статистика. Прирост населения Российской Федерации упал в последний год максимально за последние 12 лет. Главой государства год был объявлен прорывным. И вот вам прорыв. Слушал радио России с его дуращественно недоуменными вопросами. Отчего это может быть? И ни одного ответа по существу. А есть смысл рожать потомков, которым мы даем наследство только наши долги. Посмотрите на закредитованность наших сограждан. И сделайте вывод о демографической перспективе России. Переживает ли русская церковь о судьбе народа, веренного ей Богом? Та, которая Христова очень переживает. А та, которая живет и журует, вопреки заповедям Божьим, напротив, способствует этому процессу. Оправдывая их обогащение и коррупцию, их, как представителей РПЦ, и богатством, и роскошью, и наглым невинным взглядом в глаза отчаявшихся людей, ожидающих хотя бы сочувствия. Ну и жития я привожу в Пахоме Великого за 15 мая. Так, буду задерживать и постарайтесь прочитать. Продолжение следует... Вот восхищение. Он видит какой-то очень глубокий, крутой и мрачный ров. Это прямо оттуда. В этом рву ходили в бесчисленном количестве иноки, не разрешая один другого и наталкиваясь друг на друга. Некоторые делали страшные усилия, чтобы выйти из этого рва. Одни из них успевали достигнуть до половины глубины, но потом стремглав падали. Многие жалостно взывали о сострадании. Некоторым удавалось, наконец, достигнуть до самой верхней точки этой бездны, до самого отверстия, откуда свет освещал для Пахоми этот страшный мрак. Великую хвалу воздавали они тогда Богу. Придя в себя, Пахоми понял, что в этом видении ему открыто будущее, состояние души иноков, которые худо ведут себя по своей линии брежности или по вине худых руководителей. Ну вот, такое дело. Затормозить и можно просчитать. Говорит, до десяти тысяч девственников и до двадцати тысяч девственниц, это все были люди в монашестве, на благовестии ни одного нету. Вот отсюда все. Затормозите и прочитайте эту переписку. Важное встречается. Об отце Владимир Гоголовин держит интернет-магазин молитвенных услуг. Он не приедет. Отце Владимир Гоголовин держит интернет-магазин. Отца Владимир Гоголовин. Отца Владимир Гоголовин я нан kimchi. Продолжение следует... Продолжение следует... Что воскресный день, какие события... Как всегда встаем в 4.40, не пришлось раньше, а потом еще и прилечь... Богослужение, занимаясь кормлением голубей и кошек, Володя готовит собачки... После богослужения в час дня начались занятия... Занятием там еще было что... И на улице небольшое собрание было после службы сначала, потом уже занятием... Сейчас дня... Вот так... Воскресный день и прошел... На этом все сегодня... Продолжение следует... Продолжение следует...